Шиповник – настоящий кладезь полезных витаминов и микроэлементов. За счет своего уникального состава настоя и отвара из шиповника оказывают благоприятное влияние на организм, укрепление иммунитета, снятие головных болей, профилактика вирусных инфекций. Шиповник богат витаминами С, А, В, К, пектином, органическими кислотами. Правильно заваренный чай из шиповника полностью сохраняет все свойства плодов. Заваривать плоды можно по разным рецептам, соблюдая технологию. Чай из свежих плодов шиповника прежде всего удалите со всех плодов волоски, обрезав их. Хорошо промойте в прохладной воде, отберите спелые ягоды. Чтобы заварить правильно чай из них, потребуется термос или банка, обернутая полотенцем. Лимон? Мед? Все спелые ягоды разрежьте и удалите семена, еще раз промойте плоды. Выложите в термос или банку ягоды, залейте крутым кипятком, добавьте столовую ложку меда на 1 литр воды, несколько ломтиков лимона по вкусу. Под крышкой настаивайте в течение 12 часов в темном и теплом месте. Настоявшийся заваренный чай можно и нужно разбавлять кипятком при употреблении. Этот рецепт позволяет полностью сохранить все витамины и полезные вещества из ягод, не разрушая их. Если свежие плоды шиповника варить, то весь витамин С просто испарится, как и другие витамины. Еще один рецепт чая из свежего шиповника. Удалите все волоски с ягод. Промойте ягоды. Перетрите через мелкое сито пестиком. Кашицу выложите в термос. Залейте все кипятком на эндрешетка 188. От общего объема настаивайте в течение 15 минут. Добавьте сахар по вкусу. Долейте кипяток до горлышка. Настаивайте в течение часа. Готовый настоявшийся чай желательно процедить через марлю, чтобы получить чистый продукт. Настой шиповника кислый на вкус, поэтому сахара нужно добавлять несколько больше, чем в простой черный или зеленый чай. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Чай из сухих ягод шиповника. Засушенный шиповник полностью сохраняет все свои свойства, и из него можно заваривать чай в межсезонье, когда риск получения простудовый сок. Чай из сухих ягод шиповника готовится просто. Сложите ягоды в марлю, скрутив в мешочек. Скалкой или молотком разбейте все плоды в труху. Обдайте термос или банку кипятком. Засыпьте перебитые ягоды на дно. Залейте небольшим количеством крутого кипятка. Дайте настояться 10 минут. Долейте еще кипятка, закройте крышку. Настаивайте еще в течение 5-6 часов. Крутой чай из шиповника может вызвать расслабление кишечника, поэтому рекомендуется использовать его в качестве заварки, а не самостоятельного питья. Тщательно процеживайте настой перед тем, как пить. Волоски, которые не были удалены перед засушиванием ягод, могут вызвать изжогу или колики. Чай, лимон, мед добавляется по вкусу непосредственно перед приемом. Перед завариванием ягоды можно и не бить, а класть их целиком. В этом случае настаивать чай необходимо в теплом месте в течение суток. Разбавлять заваренный напиток из шиповника нужно из расчета 1-1 на полстакана заварки, полстакана кипятка. Перед употреблением настой из цельных сухих ягод также процеживают. Чтобы шиповник сохранил свой полезный состав, его нужно не только правильно заваривать, но и сушить. Лучше делать это самостоятельно, а не приобретать уже сушеный продукт. Во-первых, так вы видите, какие ягоды вы оставляете, спелые или же мятые. Текст озвучен с помощью Яндекс.ПичКит. Во-вторых, вы можете сразу удалить все волоски с плодов, чтобы потом спокойно пить чай, даже плохо процеженный. В период беременности и лактации, врачи-гинекологи часто назначают чай с шиповника женщинам в качестве дополнительного натурального источника железа. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.